Вчера, за 45 минут до наступления сегодня, на мосту через речку, вытекающую из Верхесецкого водохранилища через одноимённый металлургический завод и относящемуся к улице с очень заводским названием «Токари», случилось очень обидное для молодых парней ДТП. Буквально. Ехали, никого не трогали, ничего не нарушали, бац, и нету больше машины. Обидно. Расстроенный, хотя тогда ещё не расстроенный водитель, тогда ещё не битой «Лады» 14-й модели, вместе с товарищем пассажиром, которого сейчас можно легко определить в кадре по повестке на голове, приближался к перегрёзку «Токарей» Кирова со стороны Заречного микрорайона, чьё название опять же привязано к речке, протекающей под этим самым мостом. Светофор горел верхним запрещающим светом, и парни уже почти остановились, когда в них с тылу залетела немецкая торпеда с системой «Опель», управляемая двумя «Камикадзе». Ехали, притормаживали, уже красный горел, в линии шли. Всё, удар у нас, и всё, ни хуй понять не можем, всё. Как они там вышли, что говорили? Ничего, пьяный, типа давай договоримся, мол. Мы, говорю, ничего не будем договориться, сейчас вызовем милицию, и всё. Тормознувший «Обладу» «Опель» имел фамилию «Астра», что в переводе на русский означает вовсе не популярнейшая в советской армии овальные сигареты без фильтра, а всего лишь «звезда». И тут сразу понимаешь, что не только к женщинам за рулём относится присказка, что, мол, за рулём как звезда. Её видят все, она не видит никого. Никого в упор не видеть могут представители обоих, а по новейшим западным подсчётам любого из трёх полов, если им соответствующим образом шар залить. Ну-ка, не пьяный, вышли с водкой. Наверное, на ногах не стоят. Отсутствие в кадре описываемых членов экипажа пристыковавшегося звёздного модуля объясняется тем, что они дозвездились до того, что наряд ДПС был вынужден исполнить свои общеполицейские функции и задержать парочку после того, как они сначала в открытую стали угрожать и без того натерпевшимся от них парням, а потом попытались сбежать. Обоих сдали на хранение в отдел полиции. Нашлась работа и для скорой помощи. Пассажир Лады при ударе сильно приложился головой об стойку, но выяснилось, что обошлось всё лишь ушибом мягких тканей, и парень в больницу ехать отказался. Была в этом ДТП и третья сторона, ещё одна ВАЗовская легковушка. Семёрка, которую Астра вскользь оцарапала по боку своими лучами. Жигули уехали своим ходом, а остальных по разным стоянкам развезло эвакуаторами. Редактор субтитров А.Семкин